Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Мы тут бонусом заскочили в отель «Ла Палатин». Я вам сейчас расскажу, что это была за дивная история, и нам мисс Натальер решил показать, ну, мы его попросили показать. Вот, ребята, всё нахожу, и в ней все ненавидят, и каждый утром меняют воду. Каждый утром меняют воду. Это круто! Да, Wi-Fi, в нашем поле все есть Wi-Fi. Каждый утром меняют воду. Так, боже, какая ванна. Скажи Во Во Все принадлежности, фен, еще раз вам покажу душ. Боже, какая прелесть. Это стандарт дабл номер. Показывают номер дабл. Он чуть-чуть больше по размеру. Все тоже в принципе наполнение. Кондер, шкаф. Очень так все колоритненько. Теперь таки мини-бар, вай-фай. Плоский телевизор. Чуточку почему-то меньше ванны, но сама площадь номера больше. Там видно что-то? Так, тут видно ресторан. И они утром или утром? Буфет, буфет, ага, окей. Они могут купить, что они хотят, приготовить что-то в момент. Так, сказал нам гастрилейшн о том, что есть пиццерия, бар. Это номер трайпл. Мы смотрим. Опять-таки чуть больше ванны. Возвращаясь к вопросу по питанию. Здесь есть как минимальное питание, но на территории действует бар. Основной ресторан. Пиццерия. Очень. И вот мы сейчас подходили к ресторану. Видели как местные просто коробками выносили отсюда пиццу. Вот номер трайпл, да. Это все мы смотрим номера на первом этаже. Перешли в другой корпус того же отеля La Palatin. Это номер суперер. Сейчас мы посмотрим. Так. Душевая. Ну, в принципе, ванна небольшая. Все необходимое есть. Шкаф. О, какой огромный номер. Ребята, это круто. Очень милая зона. Посмотрите, как оформлен. Очень красиво оформлен. Здесь спросили мы у гастрилейшена, что по поводу съемок машин. В отеле можно съесть машину, как и у всех. 25 евро на сколько это стоит. И здесь очень большой балкон. Очень большой балкон. Ну, не скажу, что это супер какой-то видовой номер. Хотя я сейчас вам собрала. Это видовой номер. Это номер на балконе. Видно море. Сейчас не очень хорошо видно. Вот там, где светят фонари. Это верх набережной. И здесь вот обзорный мост. Очень-очень красивый. Мы шли по набережной снизу, а этот мост сверху. И все-все-все. Вся Влера видна. И вот, вы видите, как раз ее огни. Там дальше идет набережная. И теперь мы пришли в джуниор сьют. А вот нам говорят, что все раскладывается. И можно положить большее количество народу. Да. Очень красиво разукрашены. Зеркала во всю стену. Привет. Так. Шкаф. Ну, и ванная комната. Ванная комната. Что у нас здесь с ванной комнатой? Все точно так же стандартно, как и в предыдущих сьютах. Сейчас нам гид покажет балкон. Это уже не видовой. Почему? Там море будет видно. Ну, море очень кусочком, да. Ну, тоже такой же балкончик, как и в предыдущем. Но вот, к сожалению, очень темно. Тут вида не видно. Но вот на пиццерию, вот, кстати, сейчас нам приближут эту пиццерию, которую очень хвалят. Да, сейчас мы пойдем, через нее я засниму. Это основной ресторан. Главный корпус, где ресепшн. И третий корпус. Она сейчас не отпускает. Кастрилейшн показывает нам еще и Трайпл. Боже, какая милота. Сейчас я вам тоже покажу. Ох, как же это круто. Это опять-таки Супериод Трайпл. Тоже это предполагаю. О, балкончик. Балкон не такой большой, но тоже видовой, прозрачный. Сейчас я вам покажу ванну. Ванна, в принципе, такая же. Ну, она такая же, да. Есть все необходимое. Очень красиво. Душ, кстати, очень просторный, огромный. И здесь есть большой подоконник, что, безусловно, бонус. Потому что сейчас в нашем алире-отеле нет ни одной полочки, на которую можно поставить хоть что-нибудь. Поэтому большой подоконник будет как раз кстати. Прогуляемся сейчас немножко по территории палатина. Сейчас мы уточнили. У Гастрилейшн, значит, работают на завтраках, на фуллборде и на полупансионе. Если вы бронировали, например, завтраки, то можно за 10 евро докупить ужины. Если вы бронировали, например, завтраки и хотите фуллборд, за 20 евро можно будет на день докупить. Но, считаю, нет смысла. Столько внизу всяких кафешек, такой здесь, такая пиццерия, такой ресторанчик, что, наверное, нецелесообразно. Мы столько всего попробовали за эти дни в Албании, что просто нет смысла. Хочется попробовать всю вкусняшку. А вот это нам сейчас показывает дорогу к пляжу. Дорога к пляжу, спускаться. Спускаться по ступенькам будем вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, потому что на горе находится. То есть это нужно учитывать, если вы едете с маленьким ребенком. Еще раз вот тоже уточнили для вас информацию. У этого отеля нет инфраструктуры на пляже. То есть зонтики, шезлонги за дополнительную оплату. Если вы берете один зонтик, это 1 евро. Если вы берете, например, комплект, стоящий из двух шезлонгов и зонтиков, это будет 3 евро. Для нас специально открыли ресторан и включили нам свет. Это ресторан, недавно построенный отель Ла Палатин. Посмотрите. Очень красивый интерьер. На каком питании он работает? Я на завтраку планировала. Какой тип отель Ла Палатин? ВВИ? 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 Ребят, мы возвращаемся из отеля Ла Палатин. Я сейчас вам расскажу очень дивную историю, как мы в то попали. У нас нет его по программе. Мы живем в отеле Aller Luxury, который находится в Авлёре. Он находится не в центре, но мы решили прогуляться, поскольку у моей напарницы соседки по комнате, там живут туристы. И мы хотели сделать им бонус. И прогулялись до этого отеля. Хочу вам сказать, что Google Map, Maps.me, ни один из навигаторов вообще в принципе не в курсе, что по Албании можно ходить. Мы это поняли почти сразу, когда нам три разных навигатора стало показывать разную информацию. Да, я прошу прощения, что немножко темно, потому что уже десятый час вечера. Попробую вот так. Значит, ой, совсем-совсем темно. Попробую сейчас вернуться на свет вот так. Значит, никакая из карт нам не помогла. И мы пошли на бум, на шару. И, как я вам уже говорила, албанцы очень гостеприимные, очень хороший народ. Мы стали спрашивать просто дорогу у местных жителей. Кстати, все они говорят на английском, на русском не говорит никто. Поэтому минимальный словарный запас все-таки придется подучить. Значит, мы спрашивали дорогу. И нас даже один из мужчин, которому мы просили показать дорогу, он нас какое-то время проводил, убедился, что мы идем в правильном направлении. Только тогда с нами попрощался очень дивно занимательная история. Показывает, что девчонки в коротких юбках могут походить по Албании смело, спокойно. И абсолютно нормально реагируют на это мужчины. Еще, кстати, важная такая информация. Вот мы сейчас прогуливались по центру Влёра и заметили, что, в принципе, во всех кафешках, во всех общественных заведениях сидят только мужчины. И я говорю именно про албанцев. То есть албанских женщин, в принципе, очень где-то мало можно встретить на улице. Они укутаны в одеяния. Ну или там продавцы, например, просто стоят в магазине, но их крайне мало, в принципе, ходят по улицам. То есть в основном туристы. И это как-то очень поразило и удивило. И поэтому бедные албанцы просто в шоке с такой приезжающей красоты. И поэтому не пугайтесь, если вы прилетели в Албанию, и вы, например, кушаете, на вас смотрит сразу много лиц. Потому что реально они, наверное, изголодались по кафе, что ли. Не знаю. То есть вот мы просто сколько путешествуем по Албании, увидели, что албанские мужчины правда очень красивые, очень интересные люди. И женщины не обладают такой прекрасной красотой, как обладают мужчины. Поэтому, извините, пожалуйста, это не заметно. Мы отправляемся дальше гулять по центру Влёры. Если мне позволят мои технические ресурсы, я обязательно вам сниму несколько кафешек, которые мы будем проходить. Центр Влёры очень красивый, безумно. Сейчас очень темно, к сожалению, я вам просто не покажу. Но вот вы видите сзади меня огни. Это все центральная часть Влёры. Мы гуляем по набережной. Набережная потрясающая, красивая, широкая. Тут можно и на велосипедах кататься, в общем, все что угодно. И прогулки вечерние никогда будут не лишними. А потом вечером придете в номер и за бутылочкой вина сидя на балконе, наблюдая за морем или за другим прекрасным пейзажем, сможете обсудить прошедший день. Путешествуйте, ребята. Познавайте новые направления, в том числе Албанию. Рада была вам про нее рассказывать. Игорь Негода. Продолжение следует...